Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон и мы продолжаем рубрику, где боты пытаются предсказать исход реального поединка. И сегодня, 16 января, будут биться Макс Холловой против Келвина Катара. Дабы добавить азарта при просмотре, можешь забрать свой бонус по промику Бал ММА и сделать свой выбор на победителя у моих друзей из Ван Икс. Все бои этой серии, а также множество других событий, акций и прочего, ищи на сайте, ссылочка на которой находится под этим роликом в закрепленном комментарии. Ну что же, друзья, давайте вкратце посмотрим и сравним параметры этих бойцов. Как мы видим, Макс Холловой имеет 4,5 звезды, Келвин имеет 4 звезды. Кикбоксинг против бокса. По перкам ставьте на паузу и изучайте, это перки Макса. По стойке у Макса все отлично. Да, у него не такая хорошая сила удара, но Макс этим никогда не славился. Макс славится совсем другим. У него, кстати, прекрасная блокировка тейкдауна, неплохой грэплинг и очень крутая колонка здоровья и кардио. Кардио 99, блядь. 99 и восстановление 97. Поэтому ему нахрен не надо иметь высокую мощность удара. По лучшим приемам также все перед вами и общая информация. Выбираем Макса, переходим к Келвину. Келвин, перки. Келвин, стойка. Здесь уже сила удара 94, сила удара ногой не такая хорошая, да и скорость удара ногой тоже не прям молниеносна, да. По грэплингу здесь все хуже, чем у Макса. По здоровью кардио, как мы видим, 92, у Макса 99, восстановление у Макса 97, у Катара 91. Ну, по здоровью он выше среднего. Так, стоп-стоп-стоп, извиняюсь, пацаны. Какая-то небольшая заминочка. Так, лучшие приемы. Локоть, джеб, боксерские комбинации, традиционное удушение и хук, ведущий рукой, корпус. По общей информации также все перед вами. Ну что, пишите в комментариях, за кого вы будете болеть. Я вам честно скажу, что я буду болеть за Макса. Я очень расстроен то, что в последнем бою его обыкрали, но это как по мне, его обыкрали. И я считаю, что последний поединок против Волкановский он выиграл. Ну, все равно там близкий бой, но, как мне кажется, он победил. Вообще, Макс за последних своих четыре боя одержал только одну победу. Проиграл он Парье, два раза Волкановский. И победил только Фрэнки Эдгара единогласным решением судей. По Катару проиграл в последних четырех боях своих за Биту. Так, давайте это все будем пропускать, потому что нам это не очень интересно. Проиграл он за Биту, все остальные поединки выиграл. Буду болеть за Макса. Надеюсь, у него все получится. Надеюсь, он вернет свой винстрик. Или станет на новый винстрик. Наверное, будет так правильнее. Ну что, поехали. Друзья, это легендарные боты. Я никакого участия здесь не принимаю. Я просто комментирую происходящее. Пять раундов. Ох ты, было очень опасно сейчас. Максимка заряжал оверхенд. А Катар наносил удар ногой. Так, колесо от Холловая. Очень большой арсенал у Макса. Есть у него колеса. Есть у него вот такие вот пощечины. Я не знаю, для чего он это сейчас использует. Для того, чтобы, наверное, разозлить своего оппонента. Но Катар как камень, гляньте. Он в игре стоит как камень. Просто стоит и пытается контратаковать своего оппонента. У него это, кстати, очень хорошо получается. И Макс проседает по здоровью. Я понимаю, что у Макса крутая стамина. Но если вот такие вот моменты он будет пропускать и будет промахиваться хай-киками, то я думаю, что он и этот бой сможет проиграть в реальной жизни. Надеюсь, что все будет по-другому. Очень интересный бой на самом-то деле. Опа! Вот это хай-кик плюс прямой в череп. Келвин Катар упал. Келвин Катар начал сразу протирать своим пердачком. Октагон. Бэкфист, который не попадает нормально. И Макс. Ну куда ты, е-мое, к Максу, у которого лучшая защита от тейкдаунов. Ну, конечно, не самая лучшая. Считается вроде бы у Альда самая лучшая. Но Полуэй тоже находится в лидерах этого показателя. Хороший удар по корпусу. Макс немножко больше устал. Но я вам так скажу, что восстановление 97. Это, пацаны, не шутки. Кардио 99. Уровнял он, наверное, шансы все-таки по здоровью головы. И это хорошо. Блин, я прямо в открытую болею за Максу. Но если его вырубят, пацаны, вы знаете, что я это выложу. Потому что у Ботов попытка одна. Бля, и сейчас люди могут вспомнить, когда я делал, типа, бой Хабиба против Фергусона, где я дал реванш Хабибу. Но я дал реванш, чтобы проверить, проверить теорию, которую все писали. Описали они о том, что в 10 из 10 матчей выигрывает Тони Фергусон. Вот в чем прикол. Это, наверное, было в третьей части, но я снимал, типа, симуляцию боя в четвертой и решил проверить. То есть дать им побольше боев. Если бы они дрались, вот, например, в это воскресенье, представим, я бы не давал бы шанс Хабибу. То есть бой был бы один. Многие этого не поняли и начали говорить, типа, вот ты там за Хабиба болеешь, и так далее. Пацаны, это не так. Я хоть и болею за него, но там была совсем другая ситуация. Ну что, первый раунд заканчивается. Опаснейший хайкик пропускает Катар, и этот прямой садит его на пятую точку. Кстати, били вдвоем, но Макс оказался быстрее. Помните, что я сказал, что у Катара не такая быстрая скорость удара ногой. Она у него вроде бы 90. Первый раунд прошел. Бойцы должны восстановиться. Да, Катар немножко отстает по здоровью головы. Наверное, все-таки этот нокдаун повлек за собой какие-то последствия. Хороший хайкик, но Макс, видите, если Катар просто стоит и видит удар, то Макс не может даже отправить в Грогу своего оппонента, потому что мощности не хватает. Катар пытается боксировать больше. Иногда подключает лоу-кики, мидл-кики. Макс пытается удивлять своего оппонента. Оу, ну блин. Я же говорил сразу, что Макс реально могет. Вот. Интересно, будет ли вертушка в голову. Это самое интересное, потому что боты не часто используют такие удары. Хорошая разножечка зашла. Но Катар, вот если будет так продолжать и стоять как камень и нападать на Макса, то я думаю, что он может нокаутировать с помощью своего бокса и с помощью своей мощности. Фронт-кик, который прошел... Опа! Тише, 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 тише. Пошли птички над головой Катара. Быстро он, кстати, восстанавливается. Хороший локоть! У него этот удар четвертого или пятого уровня, как мы помним. Я показывал вам лучшие приемы. И Макс нарвался именно на эту вспышку. Ух ты, это очень неприятно. К сожалению, у Макса не было выносливости для нанесения еще сильнее урона. Блять, еще сильнее урона. Что я несу? Ну, короче, еще большего урона. Вот так вот скажем. Когда на тебя... Когда на тебя прут, и ты бьешь вот так вот по корпусу. Такой удар. Это очень, очень сильно отнимает и выносливость, и здоровье корпуса. Так. Разогревается у нас поединок. Нокал страстей растет. Оверхенд мимо. Остался без стамина. Катар понимает это, ну, начинает отходить назад для того, чтобы остановиться. Макс видит проход в клинч. Попытался его Катар взять. Ох ты, как он хорошо его развернул. Локоть в клинче. И Макс пропускает первый тейкдаун. Сразу же пытается подняться к сетке. Катар все видит, не дает это сделать. Позиция хавгарда. Макс фейкует проходом в полный гард. Получается у него это сделать. Попытался он накинуть ему гильотину. Получается. И остается 50 секунд до окончания первого раунда. И, по сути, никакой гильотины не будет, потому что Катар имеет неплохую сейчас выносливость. И, как мы видим, он очень хорошо освобождается. Не-не-не-не-не. Ничего тут страшного. И здесь идет сразу же встречный болевой прием. Это, наверное, удушение идет, а не болевой прием. Я не знаю, чем бы это закончилось, но пока что мы видим задницу сукатаром. Существенно сказать, он был спасен отбором там. Так, обратно к стулею они идут. 60 секунд чтобы укрепить здесь. Мы будем бороться, господи и господи. Еще раз идет. Хорошо, это конец раунда. Это был огромный страйк на голову который встал его оппонента и почти его оттуда. Да, это был огромный момент. Большой страйк встал, его оппоненты на ногах. Это точно что вы хотите видеть как вы поворачиваете к стулею. Твой оппонент стягивает третий раунд. Нет, что-то не решились ребята давать друг другу кулачки. Блин, ну Катара реально мощные руки. Очень мощные. Блин, ну три удара по корпусу в открытую, Макс. Ты реально играешься с огнем потому что Катар обязан был сейчас как-то наказать к примеру апперкотом. Там даже можно было и коленку ставить потому что стана не было. Боец у Катара спокойно блин, Катар спокойно двигался боец. Знаете, как будто я сам за него играю. Хороший прямой. Ой-ой-ой. У Максимки замигала и голова и корпус но по корпусу там урона никакого не прошло а вот сейчас ему очень тяжело приходится. Хороший бэк и залетает и Катар не пытается вырубить своего оппонента по голове он пытается уравнять шансы и работать тоже по корпусу. Блять, что со мной с утра? Раз-два, раз-два Антон, не тупи. Делает он наверное это для того чтобы Макс почаще отпускал руки. Но я думаю что Макс отлетит. Если какого-то сейчас не произойдет сюрприза потому что по голове он проседает а у Катара очень мощный удар и Катар не устал понимаете Катар не устал. Максу сейчас ни в коем случае нельзя заходить под корпус Максу нужно сейчас наносить какой-то урон по голове и именно заставлять своего оппонента вот к примеру когда он без стамины. хорошо я не имею права болеть за Макса но мне так хочется чтобы он победил потому что это такой крутой боец Опа прекрасное колесо Катар 5 часа назад сел в позицию вокзального бомжа но у Макса не хватает выносливости для того чтобы закончить бой досрочно уравняли шансы по здоровью головы но у Катара пацаны мощность больше то есть он когда идут размены будет наверное все таки заставлять своего оппонента попасть в состояние Гроги чаще пробей какой-нибудь колено братьев очень много нанесли урона бойцы и я думаю что следующее утро в больнице они будут просить не кашу а букварей потому что голова мигает что у одного что у второго очень опасная была вертушка но Макс все видит истекают кровью 23 секунды очень далеко бой дошел потому что у бойцов реально хорошее восстановление и хорошее здоровье на последних секундах очень часто все заканчивается но это не тот пущий друзья и мы переходим четвертый раунд давайте пропустим для того чтобы ну не ждать не часто люди смотрят повторы хороший апперкот не хватает выносливости пошли такие деревенские деревенские колотушки от катара он понимает что немножко остается здоровье у голова хорош прямой пытается пытается он проветрить свои яйца но я не знаю для чего он это делает братец зачем ты его щадишь ты ебанулся Макс даже у судьи пошли вот судороги глянь на него епать он же на тебя поставил да вот такая вот картина друзья заставляет он сидеть людей которые на него сделали ставочку давай 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 ну наверное все таки нужно за катара болеть уже начинать потому что Макс что-то не хочет выигрывать хочет он отлететь от своего соперника нет ни хрена и этот бэкфест заканчивает это противостояние и дружище не забывай использовать мой промокод BALLMMA при регистрации и ты железно получишь бонус до 100 зеленых на первый депчик при пополнении банковской карты или сканируй этот пиар-код и залетай куда нужно ну что было очень опасно для Макса холл ой так катар показал себя во всей красе немножко не хватило все-таки Макс это реально кардио и не только кардио а еще и по здоровью машина поэтому ему было очень тяжело и немножко ему не хватило прям реально немножко давайте посмотрим статистику так по оглушениям пацаны 5-5 4 нокдауна от Макса но 1 нокдаун был в первом раунде 1 в третьем и 2 в четвертом выигрывал Макс по решению вот такой вот получился бой надеюсь так и будет в реальной жизни я буду болеть реально за Макса потому что я люблю этого бойца он очень крутой в полулегком весе ну а я как обычно хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья с вами был Антон всем всего хорошего и до скорых встреч